Редкие алматинцы при подземных толчках максимум встают в дверные проемы. А если землетрясение происходит ночью, то желание поспать притупляет инстинкт самосохранения. Люди объясняют свое поведение привычкой тому, что горы трясет. И порой даже при магнитуде в 3 или 4 балла некоторые не замечают колебаний земной коры. Становишься в проем и ждешь. Приседаешь голову, там все правила знают, наклоняешься, голову руками обнимаешь и все нормально. Но дай бог, что не будет таких катаклизмов. Нет, вы знаете, не выхожу. Наверное, на фоне того, что я раньше жила в частном секторе и сталкивалась с этим почти каждый год, я уже конкретно знаю, в каком месте нужно стоять. Жители сейсмоопасных регионов должны знать, как себя вести во время подземных толчков. Как показывает мировая практика, грамотные действия населения минимизируют последствия природных катаклизмов. Сегодня эти правила объясняли жителям Аойзовского района, председателям КСК и директорам местных школ. Спасатели инструктируют. Жильцам нижних этажей, первого, второго и третьего, лучше покинуть свои квартиры при первых же признаках землетрясения. Из верхних этажей, наоборот, ни в коем случае не выбегать на лестничную площадку. Она может обрушиться в любой момент. Надо отключить газ, электричество и встать в дверные проемы, углы или укрыться возле массивных вещей, способных защитить от падающих конструкций. Каждой семье должен быть заготовлен рюкзак с аптечкой, документами и предметами первой необходимости. Желательно, конечно, выходить при небольшом землетрясении. Желательно выходить, потому что мы сейчас разъяснили, что должно быть вообще. Необходимо документы собрать, необходимый небольшой запас воды, небольшой запас продуктов на два-три дня. Это всегда у нас должно быть в рюкзаке, в готовом виде стоять. Накануне в 300 километрах от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла. Но беспокоиться не нужно, говорят сейсмологи. Разрушительных землетрясений в этом году в Алматы и в Алматинской области не будет. Однако знать правила поведения необходимо.